Юные дружинницы, храбрые плакатницы. На одной сцене песни о войне исполняют директора разных образовательных учреждений города. Гимназия номер 3 сегодня, в день 80-летия начала Великой войны, площадка единодушия почти двух десятков школ Самары. Это первый в истории фестиваль военной песни «Два бессмертия у Волги». У нас сегодня участвуют здесь и дети, и родители, и учителя, директора школ, директора центров эстетического воспитания, даже спортивных школ. Делаем мы это все, конечно же, для наших ветеранов. Чтобы лучше понять, что пережило поколение сороковых, нужно обратиться к песне, уверены учредители фестиваля. Не «Катюша» и не «Смуглянка». Здесь песни авторов – одних из самых трогательных для восприятия стихотворений. Они никогда не исполнялись на войне, хоть и написаны фронтовиками. Но сегодня на них наложена музыка композитора Артура Зарубы. Долгое время Артур преподавал в Самаре, поэтому признается, с городом его связывает очень многое. Здесь 12 песен, это у меня такой есть цикл. Я его назвал для себя «Новой песней о войне». Это очень приятно. В моей жизни происходит историческое событие. Я надеюсь, что этот фестиваль станет традиционным, и все больше и больше поколений детей мы посвятим в это творчество. И важно передать детям те боли, те утраты, которые принесла нам Великая Отечественная война. Очень здорово, что он проходит именно в этот день, 22 июня. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События.